Если подключатся какие-то другие, более серьезные страны, и начнут пытаться проломить ситуацию с нашим статусом Российской Федерации сегодня в каких-то международных организациях, и, допустим, на основании того, что Россия первородство свое как-то проиграла в связи с нападением на Украину, и теперь надо Украине все передать, поскольку она настоящая правильная страна. Совсем маленькое замечание. Чем Московия отличается от России, собственно говоря? В названии Московия, московитой, отрицается имперский период и имперское начало в существовании России. Отрицается так называемый Петербургский период или имперское начало. То есть империи не было и нет. И Советский Союз, который так или иначе стал наследником Российской империи, и Российская Федерация, ставшая наследником, допущу историческую натяжку их обоих, она тем самым теряет под собой определенную... Наоборот, это утверждается, что это злобная империя московская, которая, так сказать, порабощила все народы, которые должны сейчас встать и разрушить эту империю. Вот злобная Москва, вот как здесь было верно замечено, жители Петербурга называют жителей Москвы москалями, прости господи. Это как раз попытка нашу федерацию просто взорвать. Мы с этой историей без малого 500 лет. Ну, за 500 лет она не сыграла, Россия не стала Московией. Хотя ровно 500 лет назад все те же люди, та же география, поляки, прибалты и украинцы настаивали на том, что, значит, здесь Московия, здесь Орда, а мы, значит, в большей степени Орицы. А за этим стоит определенный план. И план-то какой? Московия, это первый шаг, я вам расскажу. Второй шаг будет, это вернуть в искомные русские земли, как раз к этому моменту должна быть уже Украина-Русь, те колониальные места, которые Россия сегодня все еще держит у себя в подчинении. Вы знаете, почему Сибирь-то русская? Потому что ее украинцы присоединили к Москве, там же беглые казаки бегали.